Так, ребят Я дико извиняюсь, что-то у меня случилось Просто сейчас меня дропнуло из интернета Блин, чмошное вот это Провайдер, блин, просто Или я не знаю, что это вообще такое Такой неподходящий момент просто Блин, а здесь уже все кончилось, ребят Так, сейчас посмотрим, что здесь было Ребят, я сейчас вам Я сейчас покажу вам, что было Я дико извиняюсь Сейчас мы посмотрим Пока третье начинается Ребят, не знаю, что такое Последнее время происходит такая хрень Что, ну, падение Такие какие-то галимые просто происходит Я не знаю, в чем дело Зовите всех обратно Это просто фейл сейчас был галимой Я хочу ругаться матом Но Это печально Вот это типичный Тру, ребятки, дропы пошли Да не, не Билан Есть здесь у меня Провайдер дома Так Ну что, это тут хлам вообще Тру убил здесь-то Хорошая стратия Ставим дальше, ребят Третью игру Насмотрим сейчас Все ДПС 100500, да, прикольно получилось Вот Ребят Провайдер Бод 4р, подчеркивание Активировал премиум на ваш канал Что толку от второго провайдера Если Если Такое падение произойдет Вот Не в такой неудобный момент Всюю игру пропустим Короче, Тру забрил сейчас оппонент Своего Дропом линга королев Я дико извиняюсь, что так происходит Я не виноват вообще Да Спасибо, Илюх На этом плеере можно и мотнуть Это очень круто Мы хоть посмотрели, что происходит быстренько Запись заново я пильнул Ну а что делать? Делать нечего Субтитры 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 That's weird, man Guys, we are going into game number three This is it for these two So get ready This is Zest versus True In the upper right In the red Our Protoss player He is Zest Моментально спрыгивает на второй Ну хз Ну что, ребят Хата на золоте Оттру сейчас Ну что же Хата оттру на золоте Галактический процесс Карта у нас делают Делают тише комментаторов Извините, что стрим упал Тут я ничего не поделаю Третья игра начинается у нас Нексус на золоте пошел Нексус на второй Точнее не золотое детство Газ пока один на второй пили Здесь тру что, газ будет запиливать? Не успел запилить Дест дрона забирает Косяк, а тру сейчас был, конечно Безусловный Ну что, тут тру третью собирается На второй базе стандартной ставить Насколько я понимаю Да, пошла хата На золото дрончики не переводятся Насколько я вижу, да? Да, на золото что-то не особо охотно Тру рабочих переводят Смотрите-ка Здесь один дрон уже начал добывать Если бы из разведки Привез второго раба Вывез второго раба Он бы там уж тоже добывал Поэтому надо было, конечно, его спасти Не хочет палить золото Зест что, дурачок что ли? Он и так понимает, что там золото Насчет сгрызалити не знаю Но Зест опасную стенку делает Сейчас в рампе, обратите внимание Он делает стенку Не около них А внешнюю Прокси, хата, как у тебя Как и у тебя, это где? Тут, в принципе, да Зест не очень готов к хате Ну, сгрызалити не видно Ну, вот сейчас 6 лингов заказано, например Ну, а эволюшена не наблюдается 8 лингов заказано Эти, эволюшен был вообще? Какое-то там здание стоит Может, я туплю, но я эволюшен пропустил, значит, получается А, Тру собирается камни там прогрызть на дальней базе Ну, что же Эволюшен был, судя по всему, да? Камни убивают Тру сейчас Так, ну, камни быстро там упадут Здесь Даркшайн, кстати, делается Ой, много Очень много лингов от Тру сейчас Грызет камни Зест приходит, но не видит Вот сейчас он заметил, что Тру грызет камни Одного линга убил адептом Но камни падают моментально Просто даже нет смысла от Тру, похоже, как-то рыпаться здесь Еще и передроп одновременно, что ли, будет От Деста рыпаться Так, Дест дополнительную стенку делает Успеет, успевает стенку, кстати, сделать Смотрите-ка Так, ну здесь линги налетели моментально Адепт уходит за стенку Пробивает Тру сейчас ее Пилон первый готов Дест-уверчаж сейчас выставит Но один уверчаж, боюсь, здесь не решит даже Нифига Так, линги прошли Но маловато лингов проходит Тру надо обводить лингов Смотрите, у него где скопились линги сейчас А че он здесь-то их скопил? Че за мертвичина-то вообще? Стал лингами и стоит че-то Тру Не передропает, ни рампу не грызет Смотрите, точка сбора сюда была Блядь, такая ошибка для Блескона Просто ужасная ошибка Здесь три дарка, пишем ГГ, выходим Овер падает Да ну, ребят, это вообще провал Это изи зест просто 41.57 по лимиту Совсем Тру план не удался Здесь Катастрофа вообще Нет слов у меня Другого, честно говоря, от Тру не ожидалось Честно, ничего Просто ничего не ожидал Дарки там, спорки ставятся Че Тру? Тру зажал СЗ Все, он ничего не может больше, блин Мне достал его уже СЗ Смотрите потери 53 линга дрон У Зеста только здания погибли 0 юнитов потерял Я вам скажу, что На самом деле Достал Тру с этими билдами С вами Должны его наказывать Уже корейцы Хотя бы нормально А прикиньте Вот если бы точка сбора Была не здесь А нормально Вот здесь бы И Тру бы дотекал бы постоянно Вот что ему мешало Даже Шифт поставить Райт кликом Чик Чик Барлак 10 активировал Премиум на ваш канал Линги бежали бы отсюда Сразу сюда И он бы сразу бы Стенку смог бы грызть До дарков бы еще Мне кажется Что Зес бы мог бы даже поиграть Но Тру этого не сделал Ничего абсолютно Поэтому о чем может быть речь Здесь Архон и Адепту Ставят точку в этой игре Просто Тру пытается выбить призму Да, Зес там нормально контролит Причем даже Глев нет Пока резонирующий Что самое интересное Так, лингов много падает Королева короче Вообще Тру что-то бегает Мечется взад-вперед Нет Это пока что Вот это Бо-3 На самом деле Не то, что самое малое интересное Какое-то ненапряженное Вообще Пробрил Зес пушем Пробрил Тру дропом Чизом жестким Тру провалил пуш Зес пробрил контратак И все Я бы не сказал бы Что и Зес-то Что-то сверхъестественное Здесь сделал При этом В тем же самое интересное Это ГГ, ребята 47-70 Финь 1 активировал премиум на ваш канал Игра на 200кс Почему на 200кс Эта игра вообще не на 200кс Это так Групповая стадия Ну трус такой игрой Надо последнее место В этой группе занимать Я думаю Просто и все Не знаю Получится ли Пейшнсу что-либо сделать Игра на 200кс Сколько будет длиться турнир Ну тут время не анонсировано До конца сегодняшнего дня Еще 2-3 будет Ну паузы гигантские Поэтому сдается мне, что Часа 2-то еще должен длиться Мне кажется Что за барабан? Что за барабаны постоянно? Что-то микро или фильтром? У меня все в порядке Может у тебя что-то Окей Ну что, интервью сейчас будет. Повторы интересных моментов и здесь на стриме показывают. Он говорит, что этот билд, который я встречал в прошлом году, но он был на другом месте. Он говорит, что этот билд, который я встречал в прошлом году, который я встречал в прошлом году. Он говорит, что этот билд, который я встречал в прошлом году, и он говорит, что этот билд, который я встречал в прошлом году. Ну, короче, то, что и требовалось доказать просто. Дестгрид хотел пройти в 1-4 очень сильно, поэтому готовился, посмотрел очень много водов зергов, не только Тру. Ну, я увидел, что и Тру в том числе делает этот билд с собачками СЗ, просто сгрызалите, и подготовился, все. Что и требовалось доказать. Враньевый вопрос. Но с Нибом здесь не сегодня будет играть, послезавтра он будет с Нибой играть. Он говорит, что, я не буду ловить, в то время я мог бы заметить, что Ниба был очень сильный вид на ПВП. Поэтому я буду дать все кредит ему, когда я его потеряла месяц назад. Но, когда в этой неделе я практиковал много ПВП, поэтому я думаю, что я буду ловить его, когда я его играю. И моя последняя вопроса для вас, я поговорила с Дарко вчера, и он говорил, что он только чувствует, что его обстанавливает через 16-16. Короче, здесь говорит, что про Хоть Нибу на Каспакапе и проиграл, тогда я не в Крут. Но типа тут он подготовился и его развалят. Ну, как обычно, корейцы, играет стандарт. А тут что-то про Дарко вопрос. Типа Дарк турнир воиграет. Так, и сейчас я думаю, что это еще один из трезвегов, но как только в Казахстане, я думаю, что я начинаю выступать. Это хорошо, что это будет становиться, но... Я thứ два раза, когда я выступил, когда я выступал заниматься, в Казахстане, я уверен, что я буду выступать. Вот так вот, ребят. Тебя послушать, Токозергов, Дуабилдая, Зет и СД плюс Ироучи. Если ты должен слушать внимательно меня, а не свою фантазию далекую от Старкрафта второго и его понимания. Вот, когда ты перестанешь слушать эту фантазию, а будешь меня слушать, то ты будешь слышать полную информацию и не писать чушь в чате. Ну что, ребят, тот там ходит, этот птиц Дрога ходит, там домой собрался, рюкзаки. А, ему сейчас играть надо. Ребят, Зест против... Смотрите, сегодня будут матчи еще какие. Сид Дрога против Снута и Пейшенс против Тру, то есть матчи лозеров. Два ПВЗ, крутые матчи, безусловно, и интригующие тем, что проигравший вылетит с турнира. Вот. Завтра будет то же самое в группах Ц и Д, то есть Шоу Тайм Дир, Соло Лейза, Бьян Вайлетт и Ти Вай Нерчо. Вот такие вот матчи будут. Ну и матчи лозеров завтра будут также тут. А матчи венеров будут 29-го числа, получается. Дарк Статс и Нимзист 29-го, и вот эти венера. А 30-го, то есть 4 дня будут эти десайдеры будут. Ё-моё, вот так вот здесь они все растянули хитро. Я даже не видел, что здесь такое устройство турнира, как бы. А оказывается, вот оно как, ребят. Четыре дня врустоадовых Старкрафта. На меб-то, насколько он не сталкиваться с Дарсан, но на меб-то, как Дарсан, вы должны должны быть спокойно за гимики, как я говорил. Я-моё, я очень рады видеть Заст андражительной, очень всёмIL для разминки в гамин. Да, Тад, мы говорили вообще о том, что такой женщина мы получили в зэстер Toyota, потому что будет потенцировать обычную картину для интеграции. Вы уверены на все, что ли? Да, опять же, я надеюсь, там с удовольствием с Дарсан, но и с помощью заботы он выглядит вполне хорошо. И я думаю, что за лайк он говорит в интервью, что он был применят в привык и всём, Я очень рад, что это будет с ней, который будет после того, что он будет ждать. Но я счастлива с тем, что я увидел. Не только физически, но... Трю успешно получать свою победу. И в 3-м году мы увидели Трю, опять же, эти стратегические стратегии. Но, конечно, Зест как-то ничего. Вы не могли бы искать для более эффекта. Если вы не искали его, то вы можете поработать о Родж-Равенжер-рожь, вы не могли бы поработать о Бейнлинг-басе. Но скouting, что есть так много лингов, которые работали на Роксс, это было очень важно. И на этот момент, это почти не закончилось, но не закончилось. И потом, что фольтон-овер-черкет, он не просто уничтожен с Дропа-Лордом, но также с 8 лингов inside. И, я имею в виду, это не важно, что Зест сделал. Он был 25 человек. Да, он контролирует. Это серия, как мы предпредел, мы получили то, что мы решили. Но, overall, мы сейчас остановились с Групп Б. и мы вернемся к Группу А, для элиминационного матча. Какие последние вопросы, что мы видели в этой группе? Ну, Зест сделал стенку из пилонов, а не из бараков, потому что бараки не делаются без пилонов. Ну, что ж, ждем продолжения. Ну, дрога сейчас скоро будет уже. Вместе с Групп Б, так что Неблок против Зеста будет будет в интернете, что он будет играть на Сатурдей, чтобы они смогут найти в Близзконне. И, как и Тру против Патент, это будет наш эллиминанский матч после следующей группе. Так что, это время для два европейских идти, Пад, Продолжение следует... Продолжение следует... Дест против Тру, конечно, такой самый вяленький, пока матч был, но ждем продолжения. Думаю, дальше будет интересней. Снук против Дрога будет интересной. Игра очень на вылет. Если Дрогу Снук пробреет... Неожиданно это, конечно, будет, но... Ну что ж, победить сильнейший. Я, конечно, за то, чтобы Снук победил, безусловно. Ну что, за то, что ты займешь четвертое или третье место в группе, разницы по деньгам никакой нет. Могли бы тысяченку разницу по приколу сделать, конечно. Все-таки такой суперсерьезный турнир, но не стали заморачиваться. За топ-8 уже на 5 тысяч баксов больше. Кстати, тоже разрыв не слишком большой, как-то, мне кажется, тоже побольше должно быть, но... Третье, четвертое по тридцатке баксов тысяч, второе сто тысяч, первое двести. Такие вот призовые у нас, соответственно, здесь. Третье, четвертое. Да, да. Наши неизвестные посетители. Препарации должны быть много. Потому что Мастер вернет в Каназан. Время. Ну что, ребят, ждем. Не неси ахинею Циклон Имба. Не путай людей. Так. Имаи Циклора Тицирна не нужно Basil неинуциходами. Задам в Шри Кахстан. Ура! Ура! Продолжение следует... 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 Круассан мейкер... Шейкер-шейкер... Ха-ха-ха... 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 Ну а также помните, ребят, что поддерживать надо, меня и мой канал. Естественно, мы ждем продолжения. Вот. Подписывайтесь на премиум, отключайте от блока. Рекламу иногда пилю, не часто. Ну и материально поддерживайте по реквизитам в описании, либо через плеер. У меня реклама все-таки пошла. Ну что, всем спасибо, короче, что смотрите, ребят. Ждем, 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 ждем. Ждем мы начало, дальше будет на вылет игры. Это будет очень интересно. Ну, практически... Что нужно отметить в преддверии вот этого матча? Практически без шансов слился дрога Дарку. Ну, конечно, порыпался немножечко и там юнитов отстроил даже в одной игре почти 200 лимита. Ну, проиграл. Ну, а Снут бился абсолютно на равных со Статцем. Абсолютно на равных. И казалось, что он даже перевернет уже когда-то в какой-то момент битву. Потому что Снут вел 1-0, но Стат собрался и 2-1 наказал в итоге Снута. Снута. Почему вберете дрога? Ну, может, образ ему такой подобрали. Я б на месте дрога сказал бы, блин. Не ехал на близко, но не поеду, короче. На хрен вам. У меня такой образ. Ну, все-таки 10к баксов деньги, поэтому, ну... Поэтому надо ехать. Было, дрога. Так, голосовалку. С 10к любой бы поехал. Ну, и не любой бы поехал в шляпе бы, в такой бы, блин. Голосование пилю, ребят, на победителя данного матча. Так, блин, что такое-то, ребят. Ну, пилится голосалка. Так, как мне достал этот бак, а? Все, голосуем, ребят. Наконец-то бак. Исправлен этот... Неисправлен, в смысле, обновился я и запилил голосовалку, короче. Голосуйте. Пока заснуто 60%, но еще 20 человек поголосовало, а нас 600 в чате, почти 500 с лишним. Так что, голосуйте, ребят. 590, да. Этот матч, но hopefully он focused на матча, он получил два зерксера в группе, он укрепляет им форекс. С rightsвеливайтесь belli, но они довольно расчет. Но они потеряны в первой мастер-мастер-мастер-мастер-мастер, они сделали вашja мастер-мастер-мастер-мастер. А кто-то будет патент и контуром, он будет очень важно для сделать это же. Да, это место для того, что мы видим, тейслан. Как вы говорите, ониpartили, они предполагаются. Они должны будут играть час-массер-мастер, они не нужно прямой час, передать время. Это интересно. Я думаю, что это как-то в порядке Дрого пошло в свое время, потому что это очень хорошо, да? Я думаю, что единственное, что можно будет лучше в высоких стихах, как это – это inexperience. Но я думаю, что он должен быть все. Я не думаю, что он будет, думаю, что это будет будет большая шокка для всех. Но это будет бы круто если он был. Роди, вы знаете, что both of these played really well. Я думаю, что Сноут уже более frustрительный прямо сейчас, чем Дрого. Я думаю, Дрого понял, что он был очень рад угрозе, и что он был более надея, что Дрого – Короче, говорит Ротвардам, что Снут раскатает 2-0. Ну, мне сложно сказать, ребят, но Снут абсолютно фаворит здесь, а у меня освободились тут 2-27, и она Снута их и вперед. Я лично за Снута, у него шансов больше будет быть потом. Кстати, обратите внимание на кейпбетике на Пейшнса 2-7, а Пейшнс говорил Тодд 5-0 по статистике против Тру идет. Вот. Ну что, ребят, ждем, ждем. Не, ну шляпа этого... Дрого, зачем ты это делаешь? Почему? Ча, я приду, ребят, чаек просится. Надо быстро сделать перед игрой. Я думаю, что Роли сказал, что Дрого, потому что он знает, что Дрого... Потому что он знает, что он очень трудно, чем большинство людей, и пойдет очень круто, когда он лезет. Поэтому я думаю, что он еще как-то calm, и смотрит, чтобы... Вы уже говорили, что он только будет победителем, и тогда он будет отдыхать один день, и потом он будет отдыхать. Он будет отдыхать, и он будет отдыхать, и он будет отдыхать. Но, опять же, я думаю, что, когда время прошло, он будет лучше и лучше. Но мы не хотим, что он еще не будет отдыхать. Я думаю, что я больше сочетался. Ну, ты сделал это. Мы знаем, что ты тоже французский. Я немного французский. Ну, все, ребят. Я с вами ждем продолжения. Что-то люди подразошлись, как будто ничего дальше интересного не будет. А будет более чем интересно сейчас все. Я не думаю, что это было плохое, особенно в 2nd мапе. Я думаю, что он был в хорошем месте, где он может банкать слишком много на призм, который делает дамаж, и поэтому он как-то отдыхает слишком много на призм, когда он потерял призм первый раз, и второй раз был очень obvious, когда призм был почти вверх, как, ну, мы приехали. Я думаю, что это было хорошим. Я думаю, что это будет хорошим, но я думаю, что если Сноут держит это вместе, то, что он не может потерять, не только что он не победил, но и не просто о том, что он не победил, но и о том, что он не победил в игре. Офигеть на механика, я думаю, Сноут не будет слегка. Я думаю, что Сноут... А я думаю, что Сноут будет слишком много. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, ну да, завтра рабочий день, так уж сложилось, что турнир так проходит, но он будет еще и послезавтра идти, и в субботу, черт побери, с воскресеньем, и кстати, я думаю, кстати, кстати, давайте-ка я в сетку гляну Не, он точно так же будет и 29-го начинаться, и 30-го получается Ну ладно, это мы еще успеем посмотреть, ждем начала, ребят, Смут против Дрогон Так, запись вроде бы идет, все хорошо, но на три части запись будет разбита, блин Что неприятно Один раз, я сам стоп случайно нажал, ну там между играми было, один раз, вот сейчас упал стрим Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте 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 Пришел зритель один шерстяной Ну все, поехали Ну все, поехали, шерстяной зритель, это мой зритель В любом случае, а у нас игра начинается, Дрога против Снута, поехали Наконец-то, наконец-то Уверенным выглядит Снут, карта, галактический процесс, уверен я, что Снут не будет здесь грызалить и делать передропами вот эти Снут не тот игрок, который этот бред делает Ну все, не бред, это билд рабочий, но Снут не тот, кто его будет делать, я думаю Но Дрога делает стенку около Нексуса, обратите внимание Привет, Дзер Кимба, ты можешь посмотреть сетку и увидеть, кто будет на Блесконе, а кто не будет Ты можешь посмотреть ВЦС-поинты, там нажать в сетке вот и на Ликвипеде и посмотреть, где находится СОС, например Да, его не будет, он не прошел в этом году Базер Биттер поддерживаю, думаю, что против не просто сладкого, а теплого Дрога Снут сыграет стандартно и разберет его, как мне кажется Ну, давайте не будем вперед забегать, всякое может быть Ну, учитывая, как Дрога было без шансов с Дарком и как Снут абсолютно на равных чуть Почти выиграл Статсону, почти не считается, конечно, проиграл 1-2 Вот, я думаю, для Дрога здесь шансов немного Ну, помимо СОСа много крутых корейских игроков И первый год, когда вообще есть не конкуренция, не корейская, хоть какая-то Ну, благодаря новым правилам, конечно, ВЦС Но, тем не менее Так, два тирана, посмотрим, как эти тираны сыграют на этом турнире Потом будем рассуждать уже Вот, тираны сейчас, то, что турниры я стримлю, кто смотрит мои все Онлайн и т.д. тираны берут все турниры последние пару месяцев, по-моему, практически Тираны сейчас, на самом деле, в плане баланса, они просто сверхсильные Другое дело, что тиранов, как было немного крутейших, так немного и осталось Потому что все-таки исполнять ими тяжеловато, да, как бы Но тот, кто может, тот делает все хорошо сейчас Ну что, ребят, сюда Сну третью стабильную ставят, делается мув А Дрога пытается уйти, уйдет или нет, пока вообще непонятно Может и не уйдет Не, вроде уходит, все нормально Хотя Снут так, хотел Снут откружить, но не окружило ничего Выбегает Снут, здесь стенка у Дрога готова Накидывается на пилон, ну, бесполезно это Уверчаж вынуждает Дрога поставить, уходит наверх Так, скажите про сильных тиранов в протку Ну, в протку можно только рассказать сейчас, что, к сожалению, Паша, ты не входишь в число сильных тиранов сейчас В связи с этой, как бы, да Вот, не надо статистику давать всякую эту бредовую Вот, статистика это все флут Тираны замечательно сейчас выступают Именно корейские, они вообще четко турниры сейчас берут Ну, посмотрим, здесь два крутых тирана представлены Наверное, самых крутых на данный момент Поэтому будет на что посмотреть Давайте, влудить не будем Спалил, ну, Дрога, Дрога летит Хараси с дарками, в общем-то Четыре гейта дарки Плюс Нексус пошел Так, архончики морфятся Вот, почему флут? Потому что, я говорю, за последние два месяца А не статистику какую-то Непонятно, за сколько времени там и за что Уровень поднялся, и тираны, как бы, поняли, как играть сейчас Вот и все Дальше еще жестче, может быть А может быть, другая раз начнет тащить Потому что что-то тоже осознают В Старкрафте скилл, он всегда, в общем-то, растет И от скилла меняются, в общем-то, кто тащит, кто не тащит расы То есть, это нужно в гигантском периоде времени смотреть Баланс будет, чем выше скилл, тем ближе к пониманию баланса будет Так, пытается архонами прохарасить То есть, через, вот если оставить так все Через года три будет понятно, действительно, какой баланс Примерно А так, потому что все меняется постоянно Здесь сложно что-то вообще говорить Ну, тираны тащат сейчас Короче Давайте не будем всякой фигней флудить Я, точнее, не буду 104-112, дрога неплохо здесь летает Снута напрягает Третий нексус уже есть, нужно отметить Парабам вообще ровно Что-то все упало Что-то все, что такое Фрезануло немножечко Ну, бывает, бывает Ну, что за шляпа, ему Чуть фрезануло маленько Эта автоматическая срань просто меня бесит Как ее убрать, ребят? Можно как-нибудь убрать этот Автоматические Автоматические качества Так, ребят, что-то тут линги бегают Все полагало Ну, еще на твич Сейчас уйду Сейчас подготовлю, кстати, пущу Для перехода туда Вроде нормально все, ребят Встала сейчас Пытается снуть прессовать друга 200 в 130 по лимиту Так же, как он встаться прессовал Да Да, очень смешно, что они могут быть виноваты, так как в этом году, особенно с какими лингами, потому что вы должны какими-то архонами также, которые они могут не делать, потому что они могут быть виноваты. Потому что вы не хотите архонами, что они могут быть виноваты. Это так же, что он делает это снова. Он делает это еще раз, что это 8 мутилов, и это будет уничтожить их с помощью одного, и если это будет только один cannon, и нет фотосинта, то мутилы могут скрыть какие-то камеры и идти на проб COME, Ну что, ребят, что-то пришел сейчас нут, поатаковал. Да, на твич надо сваливать, я чувствую, здесь вообще как эта дичь происходит. Твич-то не факт, что тоже будет идеально работать. По-моему, здесь получше как-то грузится моментально все. Ну что, ребят, извините за лаги, что-то на плеере Блесхоновском лагает. Вот сейчас Снуд затянул, посмотрите, вот Статца задавил таким билдом на Апофеозе, а Сдрога что-то тянет на галактическом процессе. Что Снуд тянет, я хрен знает вообще. Тут Архонов уже, я не знаю, просто дичькое количество какое-то набралось. Так, Снуд одновременно в лоб идет, сто девяносто восемь на сто семь из четыре. Дрога просто стоит, ждет, когда Снуд наломится. Ну, Дрога хороший лимит сейчас, что тут говорить. Надо было раньше давить, как мне кажется. Десять Архонов у Дрога, двенадцать Архонов у Дрога. Называется билд Дрога, строй Архонов, жми А вперед. Потому что Архоны жирные, они Беллингов держат хорошо, и у них бонус демэдж, слэш. Ну, не знаю, но шторма нет. Вот упор на Дрога не в шторм, но у него такой вот стиль, что тут говорить. Пошел сплит, Архоны бой принимают, некоторые там в ответочку дают. Дрога держит удар, что тут говорить. Но Дрога меньше по лимиту, чем Снуд становится в любом случае. Но есть довар, сто восемьдесят, сто сорок. У Снуда девяносто два линга заказано, Дрога сейчас убьет Снуда, ребят, пока эти линги чертовы выйдут. Это провал для Снуда, я вам честно скажу сейчас. Вот досиделся, было сто тридцать на двести, не поломился. А теперь какие линги здесь Архонов, ё-моё, шесть штук осталось. Но лингов очень много выходит, и они все равно сминают Архонов. Двеносто лингов слишком много, Архоны были демеджены. Грейды без брони, без полей. Поругал Снуда, сразу все окей. Но лимит равный, лимит равный. Опасно очень Снуд, конечно, досиделся. Дрога не продавил в этой атаке, но Дрога-то, посмотрите, не то чтобы инициативу берет на себя сейчас, но он давит. У него плюс три сейчас будет, например. А Архонов все больше и больше, чем у них из Дарков сливает газа, много не тратит. Кстати, не знаю почему. Варпил бы Зелков, может, лучше. Но Дрога вообще Зелков не хочет здесь варпить, ему нафиг не нужны. БВ линги Архонов. БВ линги Архонов, если... БВ другая механика просто. Там тяжелее лингами Архонов разобрать, и лингов на клике не пошлешь так всех вперед одновременно просто. Ну что, еле-еле Дрога держится. Но падает 15 рабочих на четвертом Нексусе сейчас. Это крайне неприятно для Дрога. Вот он тут прогнал Снут, конечно. Но Снута просто заказ больше, посмотрите. Вот не может Дрога так же быстро восстанавливаться, как Снут. И все. И рабочих еще теряет. Плюс Архончики у Дрога еще. Ну, он Дрога тупит, блин. Ему, вот если бы он делал этот билк, который он делал с двух фаржей, пусть у него чуть меньше юнитов было бы. Он просто делал бы грейды на поля. Вот у него было бы два грейда на поля бы. Он там Снута бы в мясо разбирал таким количеством Архонов. У него же все не грейжен, а именно по броне. А у Снута коготь как раз с бейны дэмэджа хорошие наносят. Линги грызут хорошо. Да, три атаки есть. Но просто не только атака нужна против такого микса. Особенно если без шторма. Если без шторма, без колоссов, то есть без того, что выжигать это будет все очень жестко. Если равными, просто обычным лимитом драться, значит нужен он крепкий, грейженный очень. Так, ну тут Снут давит, продавил Дрогу 80 на 160. Ну не скажу я, вот здесь более такая европейская игра, очевидно, с большим стоянием. Как-то Снут против Статца была поагрессивнее игра, поактивнее, я не знаю. Здесь же Снут, ну который любит посидеть, и Дрога, который любит посидеть. И сидят вдвоем и просто ломятся, потом убивают. Здесь Дрога уже не отобьется, это факт. Это факт. Криво еще сейчас Дрога зачем-то агрессивный блинк делал. Нахрен он туда блинкнулся сзади агрессивно, я вообще не понял. Дрейдов после трех атак Дрога не делает, ну понятно, у него все печально было. Теряет Нексус. Ждем ГГ от Дрога, ждем вторую игру. ГГ, пишет Дрога, Снут 1-0. Чем сейчас золотая Дрога бывашных тиранов занимается. Ну, у Бубы, у Эксо, автосервис там в Питере, насколько я знаю, Брюс говорил, не знаю, как сейчас. В покерок поигрывает, я так понимаю. Адвокат, он там в банковской сфере где-то с финансами, еще давно он как бы там завязан, не знаю, где конкретно что. У андроида там семейный какой-то бизнес был, насколько я помню, вот он там, не знаю, правда, как бы, ну, стал делом заниматься, короче. Тренится бокс, там личный тренер еще давно-давно будет, не знаю, как сейчас тоже. Короче, ХЗ, на 100% не знаю, ничего. Тренится. 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 Как еще монический тренер. Тренится. Тренится. Крестит. Тренится. Тренится. Не слышно. Ну, не слышно, так, не слышно. Так, недавно Эрмаз с ними скажут, что случайно ВЦГРУС выиграл. Не знаю, кто там что говорит, мне все равно. Победа была результатом наших тренировок на отдачу в андроиды тогда, и возможностью подстроиться мои, то есть сыграть много разных билдов. Он так хрюкал, типа повизгивал и рычал. Короче быстрый сон, быстрый сон. Ну что, вторая игра снут друга, Фроуст Мороз, она же карта. Такие карты, мне кажется, снуту на руку для макро просто великолепно подходят. Хотя и предыдущая карта, да, на двоих снуту очень грамотно отыграл. И я думаю, что это не только 20 минут до игры. И это не только Мюта, я имею в виду. Они делают some cool stuff, они делают новые игры. Он как-то, он как-то, он выглядит, и он выглядит, и он в полуе. И он смотрит на полу, и он смотрит на конкурс, и он просто следует... Ну, это может быть, что-то будет . Ну что, ребят. Снук в третью собирается выйти, давайте по игре немножечко. Ну, подустал я за сегодня, конечно, ребят. Стрим уже 12 часов на данный момент идет. Это немало, как вы можете понять, совсем. Третья хат пошла, сейчас у лингов Му будет готов. Снук заказывает третью ближе к центру, но это стандарт, в принципе, для зергов сейчас. Чтобы попроще пушить было, двигаться как бы. Четыре дрона, шесть лингов делал. Здесь Снук попытался прорваться через рампу. Другу адепту надо назад отвести. Ну, что за контроль? Тут есть пространство назад, можно адепта отвести, линги будет. Линги будут грызть лучше. Точнее, меньше. Он так и дерется, как дрался. В итоге новый адепт вышел, отогнал. Дрога врубил, оракулу разогрев. Короче, оракул бесполезен в итоге абсолютно вот этот стартовый. Пилоны достроил в рампе зачем-то, не понятно, зачем пилонов с перебором просто. Плюс здание не может на мейне нормально теперь поставить. Здесь прибегает линги еще раз. Ну, может, уверчашь мы можем выманить, попытаться снук даже здесь. Приходит дрон, на третий спорку ставит. Здесь есть овер, может быть даже... Не, ну, передроп не наблюдается. Вроде как второй оракул дрога строит, второго оракула. Нексус на третий пошел. Причем, когда приехал, уже 500 минералов было. То есть, мог чуть раньше нексус поставить на третьей базе. Ну, дрога не получилось. Отворачиваясь, он вернулся оракулами назад. То есть, он хочет надежно выйти просто на третий нексус. Здесь передроп, посмотрите, идет овером лингов слоу граунда. Наверх у дрога нет ни мазеркора здесь, ни пилона. Ну, вот это что тут за... Просто... Да ну, короче. Блин, ютермал был бы на Близконе. Было бы приятно реально мне. Дрога за счет того, что тот Дримхак затащил. Первый ему очков много дали, блин. А так он сейчас мертвый под конец вообще года, блин. Пилона элементарного нет для контроля дрога. Все, снуд прибегает, начинает грызть. Дрога полгода еще реагирует. Посмотрите, рабов не контролит. Ё-моё, что он делает вообще? А, он оракулами контролит. Ну, молодец, трех дронов сжег. Линги тебе семь рабов убили. Ё-моё, какая вообще жесть вообще. Ну, я не знаю. Похоже, конечно, на 2-0, но вперед забегать не хочу, если честно. Дрога доказывает просто своей игрой, что он действительно попал сюда благодаря тому, что кто-то отказался. Случайно, фактически, да? Оракул падает. Ну, хотя по очкам-то он в топчике был. Разница в 20 очков с Ютермалом. Поэтому и обидно, конечно. Ну, кто бы отказался от десятки баксов, правильно? От участия. Никто бы. Тут дрога винить нет. Ну, не надо, конечно, нужно пытаться, нужно биться. Но более достойный сейчас, намного более достойный кандидат Ютермал был. Да нет, уровень у Дрога игры для Европы вообще, в принципе, на ладере хорош. Но что-то Дрога вот после того Дримхака ему не хватает на турнирах. То есть он не меняет свой стиль практически. Вот он играет эту окликулку как бы. Да, на высоком уровне, но все-таки это не работает. Нужно пытаться именно, у него контроль-то есть, что он в колоссов отыгрывает, что-то такое. Что-то менять нужно. А он ничего не меняет, только в Твиттере там про имбу какую-то писал постоянно в последнее время. Короче, 4 дрона минус, хара с адептами идет со стороны Дрога. Ну, кстати, по Робам-то сравнялись они вообще. Вот я Дрога обругал просто, облил какахами, а Дрога-то по Робам вровень со снутым идет, между прочим. Вот что, вот что ругательство животворящее делает. Ну что, пилончики вошли дополнительно. Шпиль пошел. Да нет, Дрога-то не будет оправдываться, я думаю. Ну, французы, они какие-то такие, они поныть любят, как бы, честно говоря. Обсирать и Сангетти что-то не помогает. Пока. Нужно, чтобы, нужно не просто, как бы, я, во-первых, не обсираю, критикую, во-вторых, нужно, чтобы, ну, не просто ругать, как бы, а чтобы еще и тренились при этом люди. Ну что, Бейлинг Баста, снута идет, Дрога приходит делками, центрями, здесь один Архон, все взрывается, Архон окружен, Иммортал окружен, но Оверчарша и Иммортал на рампе, кстати, спасают, и Архон выжил. Смотрите, Дрога отбивается. Тренер с меня был бы отличным, как у Газмяса. Ну, ладно, шутки шутками. Четвертый, нет, Сус Дрогач ставит сейчас. Вот, стандартная ситуация. Вот, если бы Снут свои игры проанализировался, я вам, конечно же, анализировал, я вообще не понимаю, почему вот как раз на этой стадии не давит вообще жестко. Ну, вот со Статцем в первой игре давил и задавил, а что сидеть-то больше, вот сейчас, смотрите. Сейчас по лимиту просто у него стандартно, там, 180 на 130. Конечно, нужно реализовывать этот лимит, тем более линго-беллинги здесь вообще не контрятся на этой стадии без колоссов, там, каких-нибудь штормов или масс-филдов грамотных, или грейдов нормальных, там, супер-сплита какого-то. Призму нашел, Снут, посмотрите. Минус призму, пожалуйста. Ревелэйшн на реводжеров, ревелэйшн на мэйни. Да, друга кидает масс-ревелэйшн по всем направлениям сейчас. Ну, чем это ему поможет, этот вопрос еще, думаю. Вот, 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 190 на 150. Вот как со Статцем Снут сейчас давить так же собирается? И у меня очень большие сомнения, потому что это можно выдержать вот этой темой, без, вообще, без, абсолютно без шторма, без всего. Дрога сплетанул своих юнитов, может, кстати, выдержит сплит грамотный. Главное, чтобы они не ринулись все вперед сейчас. Так, два Феникса Мутку встречают. Снут там шесть рабочих на халяву развалил, но у Дрога много рабов, ему даже нужно популяцию немножко было сократить бы здесь. Вот опять, Снут так долго пуш готовит. Дрога со 150 до 190 практически наваркал, а Снут остался при своем лимите. То есть, а все, что делает Снут, морфит Бэльнов, он что, сотку там хочет на морфит, что ли? Ну, кстати, с какой-то стороны Снут прав. То есть, Снут, видимо, знает стиль Дрога. Вот если бы был здесь шторм, например, у оппонента Снута, он бы выходил, либо какие-нибудь колоссы, как у Стрэнджа, либо воздух там, я не знаю, то вот это стояние бы Снуту обошлось ценой в игру. Но, учитывая, что здесь нет никаких вообще штормов, ничего, Бэльнинги будут решать. Ну, сплит-то у Дрога хороший, опять же. Вот пошел на лов вниз Бэйнами. Дрога принимает бой. Сделки подходят как-то медленно, но верно. Подходит, вот чарж доделся наконец-то. Архоны, вот надо так делать, чтобы Архоны максимум один сплэш полетел. И Дрога изи отбивается благодаря сплитсу. Молодец, Дрога. Но Снута больше лимита, и у него 120 лингов в заказе. А знаете, что это значит? Снут сейчас новых Бэйнов заморфит, и все равно Дрога развалит в перспективе просто. Но Дрога четко отбился достаточно. Но нужно ли ему лезть вперед? Нужно ли ему лезть вперед? Думаю, что не нужно, нужно копиться. Но, вот опять же, Дрога копится здесь, да? У него один и тот же микс. Архоны, зелки, Архоны, зелки. Бэйлинги грамотно размениваются. Шторм не выходит, ни хрена не выходит. Гриды с одной фаржи. Делай это с двух фаржей. Пусть Архоны будут там с двумя полями уже. Все, они будут тут не то, что неубиваемые, они будут жирные вообще просто нереально. И Бэйлингов втягивать будут, и против лингов танковать. Вот Дрога пришел, телепорт домой делай. Куда ты тут вообще? Что он хочет-то, я не понимаю. Нет энергии? О, энергия появилась. Одного Архона забыл, остальные все телепортнут смогли. Ну нормально. Отсюда-то выйти смогут юниты вообще? Снут давит. Блин, у Снута главная микс это просто линги-бэйлинги. Вот один шторм, прикиньте, сюда шторм кинуть. Ё-моё. Ну какой же деревянный этот микс, а? Блин, просто смотрю сюда, и печально становится мне смотреть. 180 на 130. Вот тебе и переворот, вот те минус рабочие все у Дрога. Да, интересный микс у Дрога. Но Гриды только атака, армора нету. Вот Снут пришел, все убил. Дрога теряет экономику. У Снута больше баз, Снут не теряет экономику. То есть у Снута армия вообще менее технологичная. Она просто такая, как бы армия на размены. Все. Но у Дрога армия неэффективная в размен. Потому что такую армию у Зерга нужно убивать практически, ну идешь и без потерь, но с минимальными потерями. У Дрога нет такой армии, которая так может драться. В итоге потерял экономику, все. Дрога нет возможности занять пятую базу. Дрога нет возможности выйти в 200 линитов. Все, ни хрена не сделать здесь. Печаль полная, блин. Так, ну что, Давид Снут собирается. Снут четко играет, как бы он видит, что ему делать надо. Так, заход опять на третью пошел. Ну Бэйна в этот раз как-то в миксе маловато. Блин, больно смотреть не на Дрога, не знаю. Ему-то, блин, ему надо играть другими билдами. Тут билд мертвый, мертвый билд. Ну мертвый, блин, мертвый. Нет чего сказать больше. Я не знаю, хоть, ну не имморталы здесь нахрен не нужно, но хоть колоссов нельзя каких-нибудь сюда добавлять. Что тут, что тут вообще такое происходит-то, блин? Воздух бессмысленный, он без грейдов как бы. Че там, грелок добавлять, что ли? Снут гидру выйдет тогда спокойно. По земле надо грейдить. Самое элементарное, чем вы мог Дрога апгрейдить это все, это шторм, ребят. Вот Дрога опять, кстати, в 170 вышел, обратите внимание. Нет, еще 2.0 снут пока нету, но все равно как-то. Может быть Дрога здесь и вымучает в итоге что-то. Вот обратите внимание, зелки хорошо зашли здесь на дальнюю базу снута. Вот Дрога тут вообще рабочих ему даже развалил, смотрите-ка, всех. Снут тоже заходит Дрога, заблаговременно пробок отвел. И опять вот эти массы Архоны. А вот, первые поля сделал Дрога, вот это да, вот это да, молодец, молодец. Поля надо делать, поля надо делать еще, не только первые, вторые надо делать. Смотри, сколько Архонов там, е-мое. Лимит боевой одинаковый почти. Ну снута вся часть карты его занята вообще. Что странно, как мне кажется, снут тоже завис. Снута сейчас можно в Архона у этих, в Ультру выходить спокойно. Не надо здесь массу Ультру. 4-5 Ультралисков в Миксе вообще для Дрога будет очень опасно. У него Имморталов мало, у него одни Архоны. Архоны во втором Старкрафте не контрят Ультру. Это в первом они контрили нормально, без темной стайки, без Дарксворма. То есть они не сплэшевые были, соответственно. И то с ними тяжело было. Там нужны уже идеально контрол микс с риверками, там вот это все дело. С Майлштормом. Ну рук просто в первом Старкрафте не хватало. Мало у кого даже, я бы не видел, у которых там и Майлшторм, и Псишторм, и Риверы одновременно бы использовались. Это было крайне тяжело. Здесь же это можно делать, как бы, да, там проще будет. 170-198 по лимиту сейчас, ребят. Сколько Архонов-то, ё-моё? Иммортал не видит там просто. А кто бандит-то, ё-моё? А вот Саша Белый сегодня был уже Архон один, который предводительствовал. У кого там был-то у первого у Стация или у Зеста, я не помню. Ну вот. Или это не сегодня было, я что-то вот не помню. А здесь-то, по-моему, агент Смит какой-то. Саша Белый из Матрицы просто расклонировал Дрога его. 175-194, зелки вырубают дальнюю хату снута. Дрога идёт в центр. Посмотрите, сколько Архонов. Ё-моё, дичь-то какая. Ну сплититься-то надо, блин. Или не надо, Дрога считает. Несколько Архонов вперёд посылает, несколько там сзади где-то. Фениксы в это время разваливают рабочих. Нахрен Дрога Архонов. Ну он правильно, он как бы разъединяет Архонов, чтобы Беллинги не зашли. Но здесь-то одни линги, где Бэйны вообще? Вон там Бэйны идут. Дрога сплится. Дрога сплится. Сплит пошёл. Несколько Архонов спереди, несколько сзади. Сплитится Дрога. Беллинги наламываются. Архонов выживает гигантское количество. Это минус армия снута. Дрога больше по лимиту. 1-1, ребята. Охренеть просто. Ну снут тоже, блин. Вот чем меня подбешивает снут иногда. Но реализуй ты преимущество вначале. Что ты тянешь, что ты бегаешь за вперёд. И вот бегает и на линго-беллингах бегает всё время. И на линго-беллингах. Ну выйди ты, я не знаю, люру. Делай ты грейт рейнджовый, ну вот, чтобы свичнуться можно. Я не знаю, люры добавь микс, там ультры добавь микс. Чё угодно. Брудов, наконец-таки. Брудов, караптеров, брудов. Где бруды, чёрт побери? Где, блин, бруды? Тренер, блин. Вот тебе и тренер, блин. Давайте ещё Дрога дальше пройдёт сейчас. И проиграет там. Угар настрой смотрится Дрога в этой шляпе. Рекламу сейчас пильну, ребят, предупреждаю. Вот. Благодарю всех за внимание. Спасибо, что смотрите мои стримы. Помните, что поддерживать надо меняемый канал. Отключайте адлоки, большая просьба. Вот. Подписывайтесь на премиум, но и поддерживайте по реквизитам официально или через плеер, конечно же. Спасибо за это. Всем громадное. Берет. Ну, если самые выносливые ребята у нас сдают на краповый берет, то у Дрога крабовый берет, блин. Уже есть, как бы, автоматом. Ну, Сноут тоже заслужил за эту игру, конечно. Почему крабовый, потому что клешня, блин. Сноут. 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 Не, футбол я комментировать не буду, ребят. Если бы я был бы, как бы, генсеком, как товарищ Сталин, вот я-то футбол бы комментировал бы. Но я бы комментировал бы, это было бы интерактивные комментарии, прям, прям вот с действиями, как бы, с реальными после. Да, может быть, что-то получилось бы и потом в футболе. Без Грейдана поля Дрога умер бы, а с двумя бы, так вообще бы нормально бы все. Да. 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 Ну что, летит вперед овер. Но я уверен, что Сноут-то на самом деле может не тупить и выйти там в брудов и в ультру при таких билдах. А вот может ли Дрога играть не в масс архонов, вот это вопрос, конечно. Это вопрос. Ну, кстати, интересный билд тут на самом деле у Дрога. Но я считаю, что вот в этот билд залипать не нужно. Но уметь его играть иногда считаю полезным. Но, мое мнение, грейдануть его нужно второй форжой, вот этот билд. Потому что с четырех бас это будет точно окупаться, просто делать грейд на поля еще. Тогда, а, будет больше решать архоны, б, будут крепче здания от всяких забеганий, да, как бы. Ну и другие юниты, и воздушные в том числе, как бы. Вот. Ну, считаю, что, конечно, уже эра таких билдов, в принципе, прошла. То есть, сейчас научились кандрить все вот это все разными темами. Уникально кандрить стрейнджман с центряными колоссами. Но это тоже такая тема, на самом деле. Когда научатся под нее подстраиваться, подстраиваться, то тогда будет очень тяжело это делать. Потому что там центри уязвимый момент очень такой. Мутки всякие свитчи, то есть там тайминговая такая. Стандарт это вот шторм. Шторм, он как бы на всех стадиях пригодится. Он миксуется в любую армию практически хорошо. Так, ну, если на уровне партинга, то только в PvP. В других матчапах были проблемы у меня в тейнг. На красном ЛГ я тогда вот приболел. Но в любом случае, вот с тиранами точно тогда печальненько, конечно, было. Ну, точнее, были такие билды, но не было практики, как бы. Продцев много было. Фраер там, Титан, с которыми практиковался, и не только. Других же игроков, ну, крутых, меньше таких было. С тиранами точно уязвимое место было. Потом уже начал что-то придумывать, ну, и то там всякие супербыстрые блинки, воли и так далее. Ну, что, ребята, у Снута Улын пошел, обратите внимание, а у Дрога Даркшайн, пожалуйста. Блин, если Снут сейчас Дрога сольет просто этим Улыном, это будет катастрофа просто. Но Даркшайн оттайминг, кстати, не ахти какой хороший. Так, адепты выходят в центр сейчас. Ныкается Дрога здесь. Ныкается Снут, точнее. Так, Роучи меня встречает. Нужно окружать лингами сейчас адептов. Адепты с глефами, да, адепты с глефами, Роучи заходят. Нет, это для Снута провал, на самом деле, признаться честно, ребят. То есть он сейчас напарывается на Дарков, но Лэр, правда, делается. Если Снут сейчас нанесет дэмэдж, разменяется нормально здесь на второй, на третьей базе Дрога, прошу прощения, и выйдет в Лэр, то у него шансы хорошие дальше. Ну, Снут вообще решил, что отступить надо сейчас. Ну, не знаю, нет, ну, как бы, странная какая-то тема. А нужно ли ее было делать, как бы? Парабам ровно сейчас. Тут третий Нексус дал заказать. Дарки еще, глядишь, сейчас нарежут каким-то образом нелепым. Ну, адепты ушли, и Снут интересное забегание лингами делает, контр забегание. Кстати, здесь всего один пилон на третьем Нексусе. Ну, пришли адепты, Снут боится. Ой, как адепт сейчас унизит. Ё-моё. Да, похоже, минус Снут, ребята, что-то вообще бред какой-то. Дарки заходят. Нужен оверсир. Оверсир нет, на мейне Снут встречает. Юнитов маловато здесь. Дронов 10 уже упало. Дроны уходят. 13 дронов падает. Адепт надо принять. Дарк там на третий бомбит просто, ребята. Не, ну с такой подготовкой, ё-моё, я не удивлен, что Снут проигрывает. Ну, ё-моё, ну как можно такой шляпе проиграть? Что он вообще делает непонятное сейчас? Снут. На самых ответственных турнирах Снут играет какой-то бред вообще, блин. Когда нужно подготовиться под оппонента, не играть стандартно все это, свой вот эти линги, беготня, а сыграть как-то вот, ну, не знаю, как бы, подстроиться, понять, что он делает, как бы. Нужно давить на средней стадии, задавить, как бы. Ни хрена, как бы, такого нет у Снута. Вот тебе и дрога, блин. Опять Снут в пушу выдвигается. Снут, кстати, больше лимита. У Снута есть оверсир. Заходят ручи. Два филда, реводжеров нету. Да. Смотрю на это и просто печалит меня это все дело, конечно. А как со статцем Снут играл, казалось бы, вообще на равных? Ну, на равных-то и играл, но почему так с дрогом он сейчас играет? Я понятия не имею. С этим дрогом, который строит просто Архонов масса. Все. Не, ну, может быть, может быть этот, я не знаю. Не, ну, дрога, что в ПВП одолеет статц, она вряд ли, думаю. Да и статц может одолеть Дарка, как бы, да. А Дарк, я думаю, масса Архонов не способен проиграть в принципе, поэтому, ну. Есть два оверчаржа, Снут, ну, Снут не может на оверчаржи наломиться сейчас. Сейчас пойдут еще оверчаржи просто. 105-103, Снут, понимаешь, на дробов заказывать. Экономика печальнейшая. Да, ребята. Снут, Снут, что ты делаешь? Что ты делаешь, Снут? Не, ну, можно попытаться Снуту что-то? Бейлинг, Нест, линги. Тут только улын, я не знаю. Ну, либо пытаться, даже не улын, я думаю, Снуту нужно вот сейчас сделать лингов, да заказать рабочих. Если Дрога пойдет в улын, Снуту просто надо заворачивать Бейнов, делать сейчас покатушки максимально. Ну, вот сразу заказывать, пытаться выйти в покатушки. Но не только не улын, Снут, ну, ё-моё, блин. А Снут улынет. Ну, кстати, Дрога, если сейчас уйдет, Снут на халяву может зайти. Вот это шанс для него. Реально, вот единственный, наверное, шанс. Дрога ушел вниз, филдов нет на рампе. Ну, лимита Дрога уже больше, там три Архона с Зилком. Ой, Архоны встречают лингов, реводжеров. Пошли оверчажи, пилоны падают. Ну, Снут-то понимает, что армия Дрога идет снизу, там Архон дерется замечательно. Вот армия Дрога приходит, Бейлингов на Зилков не остается. Зилки с иммортлами, с центрями разрывают все. Это ГГ, ребят, это победа Дрога. Это удивительно, но факт, как Снут умудрился в этом турнире с Литей, ему плакать в углу где-то надо идти. Окей, блин, мертвому Дрога, мертвому Дрога, ема, блин. Ну все, похоже, из этой группы мы не увидим вышедших, к сожалению. Субтитры создавал Дрога. Мы собираемся услышать его после того, чтобы он был в следующем разрыв. Это был Дрога-мертвому Дрога-мертвому Дрога. Ну что, ребят? Ну что, может я не прав? Может я не прав и Дрога развалит своими архонами кого-то еще там и выйдет из группы из Десайдера? Я не знаю, что подкосило Снута, блин. Ну вот он, не знаю, у меня всегда был, когда на турнирах играл просто дикие нервы, дикий какой-то мандраж, там, я не знаю, постоянно делал бред какой-то. У Снута что-то подобное. Он делает бред, он играет какую-то не свою игру вообще. Он нервничает, переживает, походу, очень сильно. А это, ну, нельзя так вообще. У него уровень как бы жесткий, то есть он лучше Дрога играет на самом деле. Дрога играет на турнирах, пока мы начнем на все эти конверсации, я хочу спросить вам о том, что хат и мустошек. Я уверен, что все, кто смотрит, он говорит о том, что, первое, скажите нам о том, что это. Привет, Хим. Ну, короче, он говорил с друзьям, что сделать что-нибудь просто отмороженное, вот шляпу одел. Куча говорит, ПВЗ лучший матчап, но на практике 50 на 50 сливает, как бы. Я делаю архон с дт, поэтому это хорошо, потому что я не делаю excess минералов, но это плохо, потому что они стоят больше, чем архон с дт. Я не делаю рэпиков отмороженные и поддуматься с дт. Но Хм, особенно с дт, он сказал, что награду, он был в игре, примерно к 3, и вот в игре. И если я еду, то инженерал, который только что, мне не делаешь, потому что что архон с дт. Поэтому я не был рассказывал, но он был в игре, так что я ничего не дам, так как мне не дам. короче короче говорит говорит дрога что надо делать шторм но он боится выходить шторм потому что погибнет я не понял про вторую игру вот и поэтому делал архонов как дурак короче больше больше хочется играть с дарком несмотря на то что у него есть заготовочки что более сильного в пвп игрока пообидного но они уверены в этом дрога собственно говоря короче осталось у нас еще сегодня одно пвз мне кажется даже более она будет агрессивная более интересная чем вот это и возможно мы увидим макро true потому что пейсин стручат будет биться я думаю что это было бы не так но я думаю что он был слишком excited и он подавал на 4-3 и он также подавал на много архон с мы еще очень ловим асп и как это это не так хорошо я думаю что он не должен быть так хорошо но он уже не так хорошо но он немного обстрелся и лошадь на гол и все В игре номер 2, я чувствовал, что начальник был даже лучше для Сноута, чем в игре номер 1. И я все равно потерялся, где это произошло. Я думаю, что он должен был проработать, но я не могу понять, почему Сноут в игре номер 2. Я думаю, что в игре номер 2, когда он был в первую очередь, даже когда Дрого не было, он сделан 100 зерклинг и продолжал оттекать. Ну вот, с начала конца у Сноута в той игре. Тянул-тянул, строил этих бэйлингов, Дрого вышел 200 лимита и просто разобрал грамотным сплитом. Я не знаю, что он может быть здесь, когда есть так много арконов с бэйлинг и зерклинг. Это было очень смешно, потому что Сноута была так много в игре, и это вот момент, когда Дрого не появился, но это кажется, что он просто пришел в этот уник комп, который был самостоятельно, что вы бы хотели. Нет никакого способа тратить с этим. Мы могли бы, например, три других игр, с бэйлинг и бэйлинг, и с бэйлинг, и это все равно будет довольно один-сиден. Ну и вот этот улын от Сноута глупый на третьей карте, я вообще не понял, зачем. Что он хотел сделать этим улыном? Непонятно вообще. Он был индексисивным early на, потому что он производил больше уникальных унитов чтобы не было для тех, чтобы против против Адапт, с такими как-то я хочу кинцел третьей карте. Но тогда он был скреплен в адапт в поле, но он сказал, что он будет застать их. Он был создан за тем, что Сноут был работал на более плохую экономику, потому что он уже производил более уникальных унитов чтобы против против Адапт, но он не сделали enough, чтобы просто убежать третьей карте. Потом он был так busy dealing с адаптами, что он полностью забрал одну возможность, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше... Шоу Тайм и Нерчи... Это в принципе... Ну Шоу Тайм не знаю, что сейчас вообще может показать... Но я думаю, что он тренился... Ну и Дрога в принципе может отыграть... Но Снуто я люблю как игрока... Он очень прикольный... Он много сделал для Старкрафта... Многие ему билдами пользуются... И корейцы в том числе как бы... Но что-то его не прет вообще, не прет ему постоянно. Ну что, ждем, ждем последнего сегодняшнего матча, ребят. Соответственно, Patience против True. Но я на этот матч на самом деле больше, в общем-то, возлагаю надежды поинтереснее, поинтересности, чем вот на этот матч Смут против Двога. После него уже, конечно. Смут против Двога. Вы реально не выглядите за это, Двога. Смут против Двога. Смут против Двога. Опа. Я ожидал много больше. Угг. Ты никогда не разогрелся. Да. В конце концов, удачи. Ну и сейчас немножечко репама, ребят. Потом опять побазарят там комментаторы. Не будет игра. Сейчас рекламу я пильну, ребят. Переменую, то остыим, что последняя игра у нас. Да хотя нафиг. Пусть будет и так понятно все. Не хочу переименовывать ничего. На третий день нужно будет переименовывать, когда матчи винировок будет отдельно, каждым. Пусть будет переименовывать. Пусть будет аркут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что? Ну что? Ну что, ребята? Ждем продолжения Ждем продолжения True против Пациента Пейшенса сейчас будет биться Ну я думаю Минут через 10-15 игра Начнется Пока поговорят здесь, конечно, товарищи Уже первый час На дамок 2 мы точно закончим Может быть даже чуть и раньше Минут через 1-15 игра Субтитры сделал DimaTorzok 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 В связи с этим поражением В связи с этим поражением Совершенно крутой игрок на самом деле Но на основном турнире нужно показывать основной скилл Блин, просто вот в чем дело Снуту как-то не прет, что вот именно К турнирам он не под... Ну вот... Как-то возвращается странно Они неподготовлены, блин Клаву механическую из рекламы NVIDIA? Я не понял, какую клаву из рекламы NVIDIA Попонятнее объясняй So you just kind of expect him to eke out victories A little bit more often But I have to agree with Jeff You know, I think the soliditude I think is a word you were looking for Of Patience's play Should be enough to like Or Saladity Yeah You know, I'm not sure exactly what they'll do with the maps But he got to see some of True's plans So, for instance, if there's Dasan Station He can go ahead and just kind of auto-counter He'll be like, okay, there's definitely the possibility You can go for a Queen Ling drop Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У меня есть клавиатура Lenovo. Вот она. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Потом понят нам будет Субтитры делал DimaTorzok Спасибо, Луа! Субтитры делал DimaTorzok Ну что, сейчас игра начнется, ребят. Сейчас, кстати, на секунду отойду. Вот. И вернусь буквально тут минут, наверное. Субтитры делал DimaTorzok 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 Ну пока ничего конкретного сказать не могу. Клауа как Клау. У меня обычные всегда были. Не знаю. Короче, с бананчика приходу, ребят. А бананы на камеру не едят. Сами знаете. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Олимпийские особенные Субтитры делал DimaTorzok Эти крики Викторию дали Викторию Матфор На самом деле Виктория Патент Снуут Мы Матфин Так, все, я здесь, ребят. Рева ел банан на камеру. Рева иногда говорит ложные данные, вообще, абсолютно, которых нет в природе, понимаете? Поэтому одно от другого, как бы, там близко. Нам же нужно следить за этим моментом и мне. Вот и я ворот уже. Механику присматриваешь. Слушай, не знаю, промышку от обзора я снял. В группе есть розыгрыш, кому нужно, да. Аймер, подчеркивание, бы поддержал ваш канал на сумму 300 рублей и сообщает, давай, на победку Труй на телефон. Залил 50 бачей. Так, спасибо тебе, Аймер БУ. На Тругрыш залил опасное тебе скорушак, но будем надеяться, что поможет тебе. Опа, 1.5 сразу. 10%. Ну что, Тру против пациента, ребят, пора бы покомментить немножечко. Так, окно, прикрою дверь. Мама спит уже там. Давай, Алекс Пенкин, потом, в паузе хотя бы. Небольшая относительно камера. Да я сейчас вебку просто не буду переключать тоже. Вот, может, сравнение с рукой, смотри. Смотри. Такая вот. Спасибо большое всем за поддержку, ребят. Третью ухатку ставит Тру, делает мув. Вот, забыл сказать, в группе моей ВКонтакте, ребят, розыгрыш мышки с ковриком. Кому интересно, вступайте, там все условия розыгрыша есть. Группа ВКонтакте в описании канала есть. Клава как клау, наверное. Я-то просто вот, мышку, да, мне важна всегда клау. Мне вот Митсуми моя USB-шная устраивала более чем полностью. Ну, к этой скоро привык, наверное. Мне вот нравится, что она механика, но у нее коробки не гремят адски громко. Как у других механик некоторых. То есть они такие относительно тихие. А так, характеристики можно на сайте почитать. Через Оракулы играет Пейшнс сейчас. Два адепта выхода в Оракулы. Ну, Пейшнс сегодня, кстати, часто в Старгейд играет, я насколько вижу. Здесь адепты минус хата ходят. Ну, ударил раз хату. Ну, стал адептами здесь. Сейчас пытается, будет, наверное, пытаться завести адепта в Пейшнс, точнее, в Тру на вторую базу. Но, кстати, адепты здесь, они все, уже не уйдут отсюда. Это вот Сейдс плей-офф, да, это передблесконовая стадия турнира. Заказана спорка. Дополнительные характеристики можете почитать в ссылочке на Lenovo, вот, сайт, который у меня в описании канала, по клавиатуру. Вот. Играют они не поздно. Это последняя на сегодня, Бо-3. Завтра, послезавтра и после-послезавтра еще будут игры. Вот. Причем на субботу-воскресенье там только по 4, Бо-3 будет. Но будут решающие матчи Венеров и Десайдера. Так. Ну, Тру непонятно сейчас. Тру четвертую хату уже строит. Вот, Лингов делает. Но это стиль Тру в целом. Его стру. Стиль, да. Это страшно. Бо-3. 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 ощущения. Я на механике не играл никогда. Ну и левый флут не надо во время игр. Самого главного турнира в году по Старкрафту. Но в халяву Пэйсенс прилетает и развалил четвертую хату. Ну вот только труп охвалил, пришли дарки и четвертую хату развалили. Ну что за бред вообще. Привет Руставели. Ну что два Архона на мейн залетают. Пэйсенс начинает стандартный абсолютно Харас. Призма Архончики. Архоны окружены. Но забирает Пэйсенс Призму. Ну кстати там один Архон даже ХП у него снялась. Муталиски собираются Призму поймать. Сиди Тру грамотно законтрил Хараса. Пятую хату надо изменять. Призму убивает Тру быстро. 29-100. Куда линги-то так криво бегут? Что ты Тру делаешь? Как отдаёт он просто? Ну это больно. Смотри. 20 лимита лингов. Кал просто слил. У Пэйсенса Архона адепты пуша идет. Три Архона масс адепты. У Тру отсутствуют бейлинги сейчас. Он поздно очень реально морфит бейнов. Но правда на третьей базе вовремя они будут готовы. Заходят в адептов. На третьей более-менее адекватно взрывают. Два адепта остались. На второй тоже вроде выбил муталисками. Нет. Тру молодец. Справляется даже с Харасом. Так. Еще загрузка адептов идет. Четвертая база готова. Парабам. 72-52 в пользу Протса. И у Пэйсенса тоже четвертая хата уже есть. На утру не эксус. Утру. Простите у Пэйсенса не эксус. Утру хата конечно же. Но пока что Тру держится. Пока что Тру держится. Боевого лимита больше. Может как-то контратаковать имеет смысл. Я не знаю. Есть Дарка. Пытался Пэйсенса варпануть. Не стал варпить. Второй Коготь доделывается. Но там вторая атака доделывается у Протса. Наламываться думаю Тру не очень сейчас нужно. Почему-то у меня такое ощущение возникает. Но будет ли он вообще наламываться. Так. Если Оракул летает. А Оракул с такой же скоростью как и Мута летает. Поэтому нужно бы... Не может Тру его нагнать. Чтобы вот так вот сейчас догнать Оракула. Нужно было на Муи лететь за ним. Нимы атаковать. А не просто на оклике в местность. Как бы. Или оклике в Оракула. Два Дрона на четвертой выбито сейчас. Дарк там крутится. Рубит всех жестко. А где Оверсирта летает? Неужели Спорку не поставить на четвертую? Не понимаю. Давным-давно четвертая есть. Поставь тут Спорку. Дарков уже видел. Все видел. В Люру пытается выйти Тру сейчас. А Пэйшнс... Пэйшнс, кстати, билд Дрона заимствовал. Одни Архоны, ё-моё масса. Называется этот билд. Нужно сейчас Реводжеров делать и... Нужно Бэйлингов делать. Тру сейчас. Так, два Реводжера прямо на Морфе погибают. Ещё два на... Тоже погибают на вступлении. Короче, там пару Бэйлингов у Тру. Сейчас этот Микс Пэйшнса Тру в такой кал просто развалит. Просто в кал, ребят. Я сразу же вам это обещаю. Здесь всего Бэйлингов даже десяти нету. И Линги с Буталинскими против масс Архонов. Это просто. Ге-ге, пишем 1-0 Пэйшнс. Просто, блин. Против масс Архонов мутались с Келинги, блин. Так, видно же, что Люра не успевает. Морфет и Бэйлингов на максимум. Единственный шанс отбить такую, Зергу много Бэйнов варпануть. Чтобы Архонов с Плэшем забрали, они и догрызли, блин. Ге-гетт, 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 ге-гетт. Мекс он любит ези в конце. И я реально слышал, что его старт не было так хорошо. Он форсалт от унита в первой. И я слышал, что Тру. Он был очень вкусный в одежде. В первый и второй вадах. Он не обманывает так много угрозов. Он сделал, ну, он просто вообще не виноват, что он выполняет экономически. Но, конечно, в главные проблеме, он не поддерживает этот сфорд бейз. Как и зерги, это так важно! чтобы защищать его 4-бейс, чтобы получить спай, или улучшить его 4-бейс, чтобы не потерять его. И когда Дарк Тепла снайпал его 4-бейс, все начали патентство. Что вы думаете, что его coach говорит? Он говорит, что он очень хорошо. Он говорит, что Аркансы были хорошие, но я селил Рого, но он 18. Что-то такое. Что вы думаете, что Пенгвин говорит? Что вы думаете, Трю? Я не знаю. Я не знаю. Это было как Трю, который был поддержан от его конференции. Он должен продолжать тег, и он понимает, что бейлинг не будет работать. И он пытался переходить на луркер, что, если бы он был позволен, он мог бы уйти в этом игре. Патентство является очень агрессивным. Я говорил о том, что он еще не теряется. Если он не теряется, то он не теряется. И это было очень важно в этом игре. Потому что, опять же, с Мюталиск, как зерк-плеер, вы хотите узнать, что вы хотите узнать? Биг джаб. Ну, надо посмотреть, будет запись потом, если хочешь. Развалил в хлам. Хотя Тру держался очень неплохо, но что-то Пенгвинс, конечно, как-то, ну... Микс тоже бесперспективный. Мутка хорошо, но, блин, где бейн? В Люру, значит, раньше надо было выходить в Люру. Вышел поздно, блин. Да. Да, это нормально. Особенно, как мы видим, какие-то шик-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер. Особенно этот человек, который был очень тяжелым, даже Геллингер, он буквально только один шик, и это было в СССР в Монтрео. И он прошел этот шик-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер-плеер. Ну что, ребят, вторая игра от True. Ждем моего и Пейшнса. Битва начинается. Пейшнс, ребятки, против True. True ставит хату на золоте. Всем помнил, как провалил игру против Деста True на этой карте. Поставив кривую абсолютную точку сбора. Здесь, что будет без понятия, может быть, то же самое. Может быть, True развалит Пейшнс, и мы посмотрим третью решающую. Не могу я вам ничего по этому поводу сказать. Пейшнс за два гейта играю сейчас. Так, после, кстати, за того, как игра кончится, не расходитесь, ребята, быстро. Я сделаю стоп-старт, выложу запись, вы ее плюсанете, чтобы в контакт выложить для тех, кто не видел, ну и на гудгейме. Она, правда, на три части будет разбита, но ничего страшного. Ну что, Нексус после гейтов Пейшнс ставит, конечно, две королевы делаются. С муфлингом заказан, но на золото, кстати, много дронов-то True не переводит сейчас. Всему сейчас надо бы лингов заказывать, соответственно. True видит прекрасно, что здесь происходит овером. Пейшнс выдвигается вперед. Видел ли Пейшнс золото? Хороший вопрос. True сразу заказывает, 8 лингов реагирует четко. Так, на золото ли Пейшнс идет? Золото, не на золото, кстати, Пейшнс, не, на золото, на золото. Так, пришли адепты. Очень жестко Пейшнс контролит против True. Хорошо, кстати, лингами тут True. Адепт задемеджил. Ну, все нормально, дроны живут. Пейшнс отдает одного адепта на муве, это кривость была с его стороны. Ну, третий, кстати, True. Сейчас не делает баржи, что самое интересное. На второго адепта не смог True нагнать. Массить лингов не собирается. Дома, там, я вижу, пошел Твайлайт у Пейшнса. True надо экономику раскачивать, золото раскачивать. У него все в порядке здесь. Все, линги на муве. Есть MotherCore, оверчаж не выставляется. True убегает. Сейчас лингами. Будет переддроп? Нет, переддропа не будет. True проверяет овером, что делает Пейшнс. Поймет он, что сейчас будут глефы заказаны. Глеф тайминг поздний. А, здесь вообще Даркшрайн пошел. Так, и True грызет камню Пейшнсу. Пейшнс идет к золоту все, что ли. Это может быть неожиданно для True. Замечает адептов четырех, разворачивается. Так, а что лингов-то? А, True отвел лингов, хотел убить адептов. Открывается гейты. Вот я не уверен, что готов сейчас True к врыву дарков. Почему-то. Вот очень не уверен я. У True нету лейра, у True нету спорок. Так, видит овером True. Все, Даркшрайн спалил. Ну, два овера будут отданы, конечно, на этих действиях. Но самое главное, что True видит Даркшрайн. Понимаете, ребят? Глеф нету сейчас до сих пор. Только заказаны. Даркшрайн был ущерб глефам сделан. Камнем все прогрыз. True подготовил почву для дальнейших врывов. Хороших. Третьего некстуса не наблюдается. Здесь тупо как бы. Так, здесь пробочка приходит. А здесь уже линги стоят. Минус пробочка. Привет, говорит Пейшнс. А что же Дарки? Дарков пока нет вообще. Еще 22 линга строится. Ну, True собирается принимать сейчас Пейшнса третий некст. Это очевидный момент, да, как бы. То есть, он сейчас хочет забежать отсюда и отсюда и сгрызть армию просто Пейшнса. Нет, тут пациент отменяет моментально. Так, здесь в центре врывается True Пейшнс. Филд один пошел, несколько юнитов гибнет. Но на третьей базе здесь откружены адепты сталкера. Смотрите-ка, как True здесь успешно действует. Разводка удается. И для Пейшнса это, если не катастрофа, то провал очень серьезный. Не локальный даже, а глобальный. Потому что в этой игре он теряет нити вообще, как бы, контроля. Нити пути к победе, что ли, я не знаю, он теряет. Потому что Мексус отменен второй раз. Сейчас армия уничтожена. 67-90 по лимиту. Парабам хоть и ровно, но боевой лимит на стороне True абсолютно. У него делают игры-иды на коготь. Он сейчас построит Bellingham Move просто и вообще все тут развалит мясо. Дарки и Сентри выходят, но и их убивает сейчас True или не убивает? Нет, Сентри убивает, Дарков не убивает. Вижу, что там на призму что-то наварпилось сейчас. Что там на призму наварпилось? Какие-то четвертая хата пошла у True. Вижу, Беллингов уже две штуки плюс четыре Мофитса, будет шесть сейчас. Призму вроде сдержал там у нас с Пейшнс сейчас. Вообще королевами отогнал. Так, на четвертом нексусе видит прекрасно Пейшнс, что True делает. На третьем новом. Линги врываются, Бейны пока без покатух. Еще пошли Бейны. Лингов миллион вообще вперед бежит. Здесь Архонов видит True. А он у Лэншли уже пошел? Да! Заходит True. Бейлинги взрывают зелков Архона. Все, третьего нексуса нет. Сто шесть на шестьдесят четыре, ребят. Это один-один, стопроцентная здесь. Я вижу, что здесь просто не отбился True. Ой, Пейшнсу, простите. Так, Бейны взрывают адептов Крампи здесь ближе. Да, Арки падают, все падает. Уверчаж один есть, но тут взрывается все к чертям. Линги даже что-то стоят там. Еще Линги стоят. А, Линги пошли Архонов отбивать. Не, ребят. Думаю, что не вытащить здесь Пейшнсу. Несмотря на то, что True играет... Стиль True на малом количестве рабочих. На малом количестве рабочих. Игры зергов. То есть очень-очень агрессивный стиль. Чем-то лайфовский напоминает стиль. Какой-то старый. Ну, у лайфа другой немножечко все-таки был. Но тоже сверх агрессивный. Подобный он часто отыгрывал. Коробов мало. Но мог и в макро сыграть жестко. Но True тоже в макро может сыграть. Просто он такой стиль любит. Так, здесь Линги плюс Бейлинги. Пошел в рейв сейчас. Надо врываться в Архонов и Морталов. Гейт падает. Моментально практически. Бейлинги в рабов идут. Рабы падают. Ждем ГГ со стороны Пациента. И сейчас-то ГГ последует. Это 100 баллов. Архон тут рампу держит. Но Линги вокруг обходят сейчас. Сгрызает его. Провал. Развал. Катастрофа. 1-1, ребят. Не за горами. А тут-то откуда? Ё-моё. Тут сюрприз. Тут Архоны с призмой силками пришли. Кстати, боевой-то лимит одинаковый вообще сейчас становится. Но у True много лингов слишком. У True делается мувбейном. Смотрите-ка, блин. Неужели Пэйшенс перевернуть сможет такую игру? Да я не верю в это. Нет, всё-таки Пэйшенс близок по лимитам сейчас стал. Но здесь покатухи Вейном. Здесь только Зилки и Адепты и Архоны. Архоны без полей вот эти два. То есть если бы они с полями были сейчас, то 4 Архона плюс Доварк можно было как-то поконтролить, попытаться. Но без полей, конечно, не сработает это, я уверен. На призму контроль от Пэйшенса идёт неплохой. 62-48. Вот True что-то взад-вперёд бегает. Чё он бегает-то взад-вперёд, не пойму, блин. Взад-вперёд бегатель. Вот куда Бэйлинг катится сейчас? Вообще непонятно, что True делает. Так, в Адептов Бэйны врываются, взрывают. Архоны держатся. Ребят, лимит одинаковый почти стал. Ты чё делаешь-то, True, простите? Куда ты, что ты, как ты вообще умудряешься так делать-то? Лимит боевой больше у Пэйшенса, ё-моё. Если он развалит True, это будет эпик игра просто. Катастрофа просто. True контр-забегание на линках делает. А как он Архонов-то будет разбирать, который регенится здесь? Вот это просто дичь вообще какая-то, ребят. Так, линги сбривают пилоны, гейты отключаются. Здесь Бэйлингов пытаются доделать ПЦН. Часть Бэйлингов доделывает, часть нет. Здесь намедленный варп пошёл. Один из пробок падает. 53-57, просто катастрофа, не игра. 18-38 по-боевому в пользу Пэйшенса. Здесь есть Бэйны, Бэйлинги должны помочь Архонов убить, конечно. Линги на Мэйне грызут рабочих сейчас. Бэйлинги где? Ё-моё, Пэйшенс разваливает Тру сейчас. Это же дичь вообще какая-то. Пэйшенс умудрился с призмой Тру развалить. В стейкер АВ переезжает. В ГГ пишем, выходим 29-43. Пэйшенс просто царь реально. Как он наказал сейчас с этой призмой? Я просто не ожидал этого всего. Ну видите, накаркал на 1-1 сейчас. Хрен там они 1-1. Минус Тру, Пэйшенс. Я бы сказал, виртуозно выкрутился из этой ситуации. И как эти Архоны зарешали? Это же просто жесть какая-то. Тру не верит своим глазам по ходу дела, что такую игру отдал. Ну да, а что делать? Ну потому что здесь криво наламывался. Слишком соуверен был Тру сейчас. Вот и проиграл. Здесь есть несколько лингов. Но добычи-то у Тру не осталось. Один дрон, ё-моё. Мда. Дихий вообще не игра. Я поражён, конечно, но... Ну вот это реалия Старкрафта, ребят. Был невнимателен Тру. Вот вам и расклад. Гэ-гэ пишет Тру. Просто царь Пэйшенс вообще. Просто царь. Я думаю, что это будет очень рад. Потому что он был вне очень хорошего работы. После того, чтобы он был вне первого сетта Тру, с большим бейлингами, вы знаете, что твоя оппонент экономика практически уничтожена. И они будут уничтожены. И все будет уничтожена. Все это будет уничтожено. Но я не ожидал, что Тру умеет так слить сейчас. Потому что игра была в его кармане. Двукратное преимущество по лимиту. Доминирование полное. Но он не ожидал контур-врыв на призме. И он слишком много потратил юнитов на то, чтобы взломать Пэйшенс и оборону. А так как Зерк играл на малом количестве рабочих в таком стиле, это в итоге и сказалось. Так, ребят, рекламу пилю. Какая-то громкая реклама пердежная. Ребят, делаю стоп-старт. Сейчас залью ввод. Ждите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова